Это мы нашли, наконец-то, паровозика Томаса? Он синий, с красным, точно такой же, как паровозик Томас. Я нашел нужный краник, чтобы его завести. Юля, Юля, ты слышал, там паровозик завелся? Нет, может тебе показалось? Ты посмотри, какие здесь огромные колеса. Да? Ничего себе, он не выше меня. О, черт, там кто-то есть. Юля, Юля, видимо, сотрудник из СПИ на той стороне паровоза прошел. Сережа, я быстрее сделаю вид, как будто я опять что-то записываю, какие-то исследования. Все, Юля, вроде бы, проканала. Он у нас не заметил, он не заподобил. Пойдем дальше отсюда. Блин, ну где же ты Юля подевала? Черт, ну что, он начал заводиться? Блин, Юлю потерял. Возможно, ее заметили сотрудники из СПИ. Ё-моё, а это что за поезд? Это вообще какой-то бронепоезд. Обалдеть, для чего он нужен такой, с таким большим ковшом? Это же не эскаватор. Ёлки-поталки, блин, здесь жутко вообще становится. А где же ты, Юля? Юля, ты меня слышишь, где ты? Вот этот вообще похож на паровозика Томаса. Какой-то более современный. Как раз такой же цветом, как паровозик Томас. Желто-красно-голубой. Ничего себе. Вот это крепление в этом поезде. Блин, Юля, наконец-то я тебя нашел. Вот ты где? Сережа, так ты чего от меня убегаешь? Да я отвлекся на минуту. Просто там такой бронепоезд увидел. Слушай, больше не отвлекайся, потому что здесь очень опасно. В любой момент может показаться сотрудник из СПИ. Тогда нам точно не сдобровать. А вот тот-то точно рабочий. Блин, нужно туда быстрее подбежать. Может, это паровозик Томаса? Блин, ребята, так стрёмно и так клёво. По-настоящему паровозу нашу. Главное, чтобы сотрудники из СПИ не заметили и не прогнали отсюда. Юля, ты чего от меня ушла? Блин, Сережа, ко мне подошел тут один сотрудник из СПИ и попросил меня о помощи. Мне пришлось поумничать. Перекинуться такой же, как и он. А ты что-нибудь интересное увидел? Кроме какого-то бронепоезда я больше ничего и не видел. Сережа, послушай, пока этот сотрудник отошел от нас, давай быстрее исследовать дальше территорию. Сережа, ты смотри, они все настоящие металлические. Я думаю, они еще находятся в спячке в режиме ожидания, когда же наступит их очередь. Ну смотри, какой он красивый, массивный. Я бы не хотела попасть у него на пути. Я сейчас загляну вовнутрь. Нет, Юля, он походу настоящий. Это не паровозик, Томас. Я ничего необычного там не заметил. Ну что, пошли к следующему. Вот это поезд. Ну я смотрю, в нем ничего интересного нет. Сережа, а вот и первая подсказка. Смотри, паровозостроительный завод. Это что, паровоз, с которого все начиналось? Он был построен в 1950 году. Это сколько же ему лет? Теперь мы знаем, откуда они появляются. Сережа, а ты посмотри, что я здесь заметила. В этот паровоз можно залезть наверх. Давай быстрее посмотри, что у меня внутри. Смотри, походу судьба улыбнулась нам. Давай зайдем вовнутрь и посмотрим, что там такое интересное. Вот это да! Что себе, здесь даже лестницу поставили. Походу здесь проводят над ним какие-то испытания. Сережа, смотри, что здесь такое внутри этого паровозика. Вот это находка! Вот это, блин, это мы в настоящей кабине паровоза. Сережа, он синий. Может быть, это мы нашли наконец-то паровозика Томаса? Он синий с красным. Точно такой же, как паровозик Томас. Знать бы, как бы его только запустить. А может, он еще и разговаривает. Может, можно было бы с ним поговорить. Нужно найти, нужно краник. Как же, нужно попробовать запустить. Так, Сережа, только аккуратно. Только ты сильно не крути эти винтики разные. Потому что там прошел гембов сотрудника СИПИ. Мы не можем никакие вызвать подозрения. Да, Юля, я аккуратно. Я уже вроде бы все перепробовал, но он что-то не забудется. А вот, подожди, нужный краник. Юля, мне кажется, я нашел нужный краник, чтобы его завести. Смотри, сработало. Сережа, ну что, завелся? А что это за сирена такая? Сережа, смотри, все сотрудники начали выстраиваться вдоль поездов. Блин, мы этим паровозиком привлекли к себе внимание. Что же делать? Ну, мы же тоже не можем так оставить. Это все, мы только его смогли завести. Мы же должны знать, что здесь происходит. Блин, Сережа! Вот это крутяк! Сейчас заведем паровозик Томас и попробуем ощутить все его движение, как он ездит на комном ходу. Сережа, послушай, это не просто сирена. Ты своей заводкой привлек внимание всех сотрудников СИБИ. Теперь они будут бегать по поездам и смотреть, кто нарушитель. Мы не можем себя так подставить. А вдруг нас найдут и посадят в тюрьму СИБИ. Что мы тогда будем делать? Где, Юля? Покажи. Я тоже хочу посмотреть. Смотри, сколько там людей. Слушай, нужно попробовать как-то выйти отсюда, чтобы они нас не заметили. Нам нужно смешаться в толпе вместе с этими сотрудниками СИБИ, чтобы они нас не заподозрили и принялись за своих. Пойдем отсюда. Юля, давай быстрее отсюда уходи. Слушай, а куда все подевались? Никого нет. Сережа, ты посмотри, ни одного сотрудника СИБИ. Блин, мы же не можем себя так подставить жестко. Давай попробуем найти сотрудников СИБИ. Ну да, и с их помощью потеряться в толпе, и спокойно выйти из этого логова. Быстрее, давай искать их. Субтитры сделал DimaTorzok